При подготовке к занятиям в интернет-кружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Сегодня мы с вами вспомним, что существительные бывают одушевленные и неодушевленные. Одушевленные отвечают на вопрос «Кто?» и обозначают предметы живой природы. Неодушевленные отвечают на вопрос «Что?» и обозначают предметы неживой природы. Кроме того, определить одушевленное, существительное или неодушевленное нам поможет винительный падеж. У одушевленных винительный падеж совпадает с родительным падежом в форме множественного числа, а у неодушевленных винительный падеж совпадает с именительным падежом также во множественном числе. Исходя из этого, проверим и убедимся в том, что слово «кукла» является одушевленным. Именительный падеж «куклы», родительный «нет кукол», винительный «вижу кукол». А вот существительная толпа является неодушевленным. Проверяем. Ставим форму множественного числа именительного падежа «толпы». Родительный «нет толп», «вижу толпы». Вот таким образом одушевленные существительные не всегда обозначают предметы живой природы. Далее мы с вами вспомним правописание чередующихся гласных «о», «а» в корнях «лак», «лож». Правописание этих гласных зависит от последующих согласных. Пишем гласную «а», если после нее стоит согласная «г». Для корня «лак» характерна еще одна проверка. После него всегда будет стоять суффикс «а». В корне пишем гласную «о», если после нее стоит согласная «ж». Сложить корень «лож», предложить корень «лож». Также чередование гласных «о», «а» есть в корнях «раст», «рач», «рос». Здесь точно так же правописание гласной зависит от последующих согласных. Пишем «а», если после нее стоит «ст», раст – корень. Пишем «а», если после нее стоит гласная «щ», корень «ращ». И пишем гласную «о», если после нее стоит согласная «с». Подросли, водоросли – корень «рос». Помним, что есть исключения. Ростов, Ростовщик, Ростов, Ростислав пишем сгласный «о», а отрасль пишем сгласный «а». Слова исключения необходимо будет запомнить. И далее мы с вами поговорим о вводных словах. Это особые слова, с помощью которых говорящий передает свое отношение к тому, что он говорит. Давайте посмотрим на примеры. Я, конечно, выучу стихотворение. Здесь с помощью вводного слова «конечно» говорящий передает уверенность. Мне, наверное, придется задержаться после урока. Вводное слово «наверное» передает неуверенность. К счастью, прозвенел звонок. Вводное сочетание слов «к счастью» передает радость, чувство говорящего от данного события. По-моему, у этой задачи два решения. Вводное слово «по-моему» передает точку зрения говорящего, источник информации. И в последнем предложении вводное слово «во-первых» передает последовательность действия. Как вы понимаете, дальше может быть во-вторых, в-третьих и на конец. Вводные слова не являются членами предложения. К ним нельзя задать вопрос. И поэтому они всегда выделяются запятыми. Как вы видите, вводное слово может стоять в любой части предложения. В начале, в середине, иногда даже в конце.